Все выше и выше и выше. Пассажирские перевозчики Твери вновь поднимают цены на свои услуги. Уже второй раз в этом году. 16 октября стоимость проезда в маршрутных такси составит 25 рублей. По крайней мере о таком тарифе договорились между собой крупнейшие участники рынка, говорит общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в сфере транспорта Владимир Исаев. Этот тариф он экономически обоснован, обоснован еще наверное в том году. Возможно будут где-то еще сохранят тарифы старые. Возможно кто-то захочет установить больше, я имею ввиду какие-то пригородные, межмуниципальные маршруты. Напомним, если раньше тариф на пассажирские перевозки устанавливала региональная энергетическая комиссия, то есть областные власти, то теперь руки владельцев маршрутных такси развязаны. Согласно 220 федеральному закону они вправе сами определяют стоимость проезда и повышают цену бесконечное количество раз. Я практически уверен, что после нового года тариф должен быть в размере 35 рублей. Будет это, не будет, посмотрим, но уже на этом этапе обсуждался тариф 30 рублей, но пока вот принято такое решение оставить его 25 рублей. Решение увеличить тариф обусловлено сугубо экономическими соображениями, говорят пассажирские перевозчики. Дескать, растут издержки, дорожает топливо, запчасти. Охотно приводят в пример Москву, где проезд в маршрутке почти в два раза дороже, чем в Твери. Но при этом как будто забывают о разнице в уровне доходов. У Тверитян известие об очередном повышении стоимости проезда, понятное дело, энтузиазма не вызывает. Можно повысить, да, но пенсионеры будут недовольны. Залплаты не повышаются, все повышается, поэтому, конечно, отрицательно. Ну, хотя цены на бензин и растут, да, но не в такой степени, чтобы сдернуть билет до 25 рублей. Отлично, сделали бы им рублей по 40. Они бы не стали пассажиры ездить на маршрутке, стали бы на общественном транспорте ездить, где мы работаем. Информации о подорожании проезда в муниципальном общественном транспорте пока нет. МУКПАТПАТЕН, в отличие от владельцев маршрутных такси, самостоятельно менять тариф не может. Впрочем, и там, вероятнее всего, уже скоро будут добиваться повышения цен на свои услуги. И потом, даже если большая часть тверетян решит отказаться от пользования маршрутками, ПТП-1 физически не сможет перевести всех желающих. Денис Ренов, Антон Шишкин, Твериград ТВ.